МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! Всех приветствует телеканал Леоминор. Начинается наша традиционная программа, которая называется «К нам приехал». И должен сказать, что я очень рад представить вашему вниманию артистов, которые стоят на нашей сцене сегодня. Я видел ребят только с помощью интернета, поэтому будем знакомиться с коллективом все вместе. Друзья мои, вы и я все будем делать одновременно. Итак, рад представить на площадке телеканала Леоминор коллектив, который называется «Поверье». ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 песни без обработки, в чистом виде, которые мы сами в экспедициях собрали, которые нам были подарены педагогами в качестве... Мы с нот, конечно же, снимаем материал. И есть обработки в современном стиле, чтобы приблизиться к молодёжи и им тоже немножечко рассказать. Как будто мы не молодёжь с вами. К сожалению, многие сейчас слушают нечасто такую музыку. То есть, условно говоря, русская народная песня, представленная во всех ипостасях, в которых она сейчас может существовать. То есть аутентичное исполнение, какие-то обработки и какие-то эксперименты по поводу поисков вот этих песен. Хочется сказать тёплые слова в адрес людей, которые ездят и собирают. Я сам обучался в педагогическом университете, и у нас один из предметов предполагал как раз, и мы тоже ездили в экспедиции, и точно так же записывали, собирали и песни, ну и всевозможные мелкие формы, фолклорные, то есть и частушки, в основном матерные. Ну, правда, нет. Некоторые люди собирали приличные частушки. Потому что они... Не знаю почему. Каждому своё. Не знаю. К вам обратимся за репертуаром, за материалом. О, что касается матерных частушек. Нет, нет, вы же сказали, что разные собирания. А, разные. Мы пороемся в ваших собираниях, собраниях. Может быть, что-то строим. Не знаю, есть ли там приличное, будем искать. Ну и, собственно говоря, продолжим концертную программу. Ой, на Ивана, правильно? Да, вот это из серии обработок. Кстати, хочу предложить вам, Юль, когда есть какой-то рассказ о песне, я думаю, что нашим телезрителям будет приятно и полезно его послушать. Откуда песня взялась, где её записали, как она появилась в репертуаре вашего коллектива, ладно? Ну, данная песня пришла в наш коллектив благодаря Ане Татаринцевой. Из Калининграда. Из Калининграда, да, обработочка прилетела в Москву. Не одет там, в Кёнигсберг. Да, да, да. Кстати, в Калининграде есть очень хорошие и такие мощные артисты разных жанров. Просто бывают там время от времени как раз в гостях у вот этих ребят. Давайте слушать, давайте смотреть, давайте знакомиться, друзья. Коллектив «Повери» и поехали. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Донести искусство, традиционное русское пение, танцы, театр народный для любого зрителя. Поэтому, если брать возрастные категории, мы выступаем и для детей, у нас есть специальные программы, и для взрослых. Есть универсальные, где можно с семьями смотреть. Также мы выступаем и на закрытых площадках, на городских площадках. Лично закрытых. Как же вы там выступаете, если они закрыты? Я имею в виду, которые касаются определенной... То есть тур по Рублевке время от времени бывает? Ну, честно говоря, не будем скрывать. Разные площадки. И также мы выступаем даже для воскресных школ, приходов, у нас есть специальная программа. И мы стараемся, где есть люди, везде, показать творчество. А что это за специальная программа для воскресных школ и для православных приходов? Это духовные стихи, тематические программы, посвященные Пасхе. Калики-перехожие, прям вот духовная книга? Великий пост, пелись произведения, которые касаются Рождества, Каледования, Христословения. Поэтому мы открыты для общения, и все площадки стараемся не игнорировать, по возможности там присутствовать, для того, чтобы еще раз напомнить о традиционной русской песне. Юля, скажите, пожалуйста, вот остальные члены вашего коллектива, у вас их восемь, еще трое. Это тоже девушки все? К счастью, у нас есть Игорь Захаров, мультиинструменталист. И так вот повелось, что в нашем коллективе были парни, и сейчас приходят парни, которые хотели бы петь в коллективе. Я их понимаю. Да, но изначально, наверное, вот как традиционно, пять лет назад все началось с девушек, с пяти девушек пять лет назад. И у нас почему-то вот такая традиционная черта... Ну, то есть остальные-то девчонки тоже? Девчонки, да. Игорь, как я вас поздравляю с приобретением шикарного жизненного опыта в Малиннике. Спасибо. Он единственный, кто выдерживает нас. Да, потому что мы очень эмоциональны и искренни. Алло, здравствуйте. Ух ты. Алло. Ну, что-то технически не складывается. Давайте продолжим петь. Деревенский хоровод, правильно понимаю? Да, есть такая у нас песня, которая у нас получилась совместно с другими музыкантами, которые создали эту аранжировку, в основе белгородский напев, а слова в коллективе. Юлия Лакиной. Слова адаптированы. То есть авторская работа. Ну, а отчасти авторская. Можно на основе традиционного мотива, но, мне кажется, довольно-таки на обработку это не тянет. Можно сказать, что в народ может пойти. Давайте посмотрим. Может быть, и без аранжировки. Ах, кто ж у нас хорошее? ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 А как наши дизы пчелочек разводят, Лёли-люли пчелочек разводят, А и наши ребята на яхоту ходят. А как наши дизы пчелочек разводят, А как наши дизы пчелочек разводят, Лёли-люли пчелочек разводят, А как наши дизы пчелочек разводят, ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Друзья, продолжим нашу встречу с коллективом «По вере». А что за музыканты вам сделали аранжировку? Знаете, мы так любим сотрудничать, что самых талантливых примечаем. Вот видите, вы хорошо нам подтанцовывали, мы очень рады будем, если вы с нами будете тоже выступать. К Игоряну? Ну вы, кстати, очень хорошо смотритесь. Два колоритных мышечка. Поэтому наш принцип, то, что мы сами умеем делать профессионально, мы стараемся это делать, то мы делаем, поем, пляшем, играем или пытаемся освоить какие-то старинные инструменты. А то, что еще не умеем или вообще не умеем, то стараемся привлечь людей для того, чтобы... Доверяем профессионалам. Доверяем профессионалам. Это то дело. Очень разные аранжировки сегодня будут звучать. Разные люди. То есть они приглашаются, им дается материал, и мы говорим свои пожелания, пожелания, чтобы в основе было все равно ритм, инструменты какие-то традиционные. А они предлагают нам свое видение, и мы долго-долго растим, выращиваем, лелеем песню. Мучаемся, ходим, думаем. Поэтому, если о каждой аранжировке говорить, я думаю, что, в принципе, это разные люди. Я просто поясню свой вопрос. Вот коллектив «Иван Купала» замечательный, не выпускал уже альбомов достаточно давно, но где-то с полгода назад, может быть, чуть побольше, появился такой сингл, который разобрали радиостанции, называется «Старый». Да, мы знаем. Там такой хулиганский текст от имени женского пола, что, дескать, там пошла бы погулять, да старый не пускает. Просто он шикарно сделан и подхвачен радиостанциями, что, мне кажется, важно, потому что в такой обработке, да, но все равно народная песня звучит на радио, это, мне кажется, прям вот такой маленькой, но победой хорошей. Мне кажется, это первые первооткрыватели, то есть первые люди, которые, наверное, почувствовали значимую и важную идею, чтобы, несмотря на цивилизацию, ритмы, изменения нашей жизни, мы не забывали о корнях. И на основе старинных записей этнографических, о ней довольно-таки доступно и популярно, как мы видим, преподнесли материал. В общем, молодцы. Ну, это еще Борис Борисович Гребенщиков. Бог знает, сколько лет назад спел, что, дескать, чтобы стоять, я должен держаться корней. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Как зовут вас и откуда позвонили? Александр Яковлевич, Московый. Очень приятно. Александр, пожалуйста, ребята из коллектива «Поверье». Ваши вопросы... И мне очень приятно, что вы пригласили такую замечательную группу. Спасибо, конечно, девочкам. Поют они прекрасно. Но главное, что ценно, не забывайте российских традиций, обрядов. Это важно. Я случайно вам выдам один секрет. Года 3-4 назад я был в ресторане, где проходила свадьба Юлии. Вот. Свадьба Юлии? Весь коллектив ресторана. Наверное, да. Многие люди. Да, да, да. Они оставили свои дела и наблюдали за этим замечательным, может, театральным представлением. То есть вы видели ребят фактически в работе вживую, и это, в общем-то, оставило след в вашем сердце. Конечно, было по-другому. Там были соблюдены обряды, как там заплетание косы, невесты, слезы. Это что-то было... Ну, у меня осталось на всю жизнь это в памяти. Я могу сказать, ребята, я уже, конечно, не молодой. Кто будет жениться, пригласить эту группу на свадьбу, и вы, вовсе впечатление, останется на всю жизнь. Спасибо большое. Спасибо. Да, мы, кстати, свадебные обряды и сами собирали, и у нас есть программы, которые позволяют... Ну, это так, это же сериал. И повеличать, как князь и княгиня, и вспомнить те обряды, которые служили укреплением, примирением семьи, рода. И, мне кажется, не случайно мы недавно участвовали тоже в одной передаче ночного, молодежного канала, и там затрагивалась тема вот как раз про свадебные обряды. Нужны ли они сейчас, или нужно следовать европейским или западным? В смысле, когда два мальчика женятся? Нет, в смысле того, что лимузины, бросание под вязки... А, ну, понятно. Ну, бред же. Европейские традиции и западные. И поэтому мы можем, со своей стороны, сказать, что сейчас очень многие приглашают нас, обращаются, чтобы мы показали, как раньше играли. Как это делалось. И, кстати, молодые пары, как ни странно. Ну, и не будем забывать, что все-таки сейчас вошло в традицию венчаться, когда люди женятся. Слава Богу. Да, слава Богу. Ну, и даже часть людей, которые венчаются, делают это осознанно и понимают, что они делают. Правда, небольшая часть, но тем не менее. Ну, мы присутствовали тоже на таких мероприятиях и на таинстве венчания. А вы в храме поете? Ну, некоторые участники, да. Нет, нет, ну, серьезно. То есть... Да. Прямо конкретно коллективам нет. А так у нас есть... По своим личным желаниям. Ну, точно, хочу сказать, два-три человека, которые поют в храме, как певчие. И это осознанно. Вы знаете, я был на венчании. Венчались мои хорошие друзья. Я был потрясен. Город Орехово-Зуево. Еще за ним там в деревне. Сельский храм. И с такими шикарными голосами. Буквально два человека, две женщины пели. Но делали это просто вот как-то очень феерично. И дьяк был с таким голосом. Я уже потом сказал батюшке, я говорю, вы знаете, у меня такое ощущение, что у вашего помощника скоро изменится какое-то местоположение. Потому что это дар божий, то, как он это делал. Друзья, давайте продолжим знакомиться с коллективом поверья. Но прежде поговорим еще раз по телефону. Алло, здравствуйте. 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 Как зовут вас и откуда вы? Я с Краснодарского края, в станице Камшеватска, Ейский район. Куликов Альберт Александрович. Очень приятно, Альберт Александрович. Пожалуйста, группа поверья, коллектив поверья. Ага. Что ага? Связь меня. Александр. Не слышат, наверное. Да. Куда вы делитесь? Пожалуйста, либо ваши вопросы, может быть, просто слова по поводу того, что вы видите сейчас на экране. Вы знаете, у меня не вопросы, а я просто, ваша Ля Минор, все вот группы, вообще вот, я очень люблю. Прямо я только смотрю вот вашу программу Ля Минор. Днями и ночами. Спасибо большое. Очень мне нравится ваша вот эта Ля Минор группа. Очень нравится. Очень хорошая. Спасибо большое. Спасибо за теплые слова в адрес коллектива поверья, который у нас сегодня в гостях. Это «До по улице» песня, не ошибаюсь ли? Давайте петь. Это песня Курской области. И здесь есть возможность каждому и запеть, и подхватить, потому что роль запевала, конечно же, важна. Как песню начнешь, так ее и подхватят. Вот, вот, именно так. Давайте. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, просто, я примерно знаю, как тяжело петь такие песни, потому что это нужен высокий профессионализм. И, ну, любители русского фольклора понимают, что это, ну, сложно петь такие песни. У меня вопрос к руководителю группы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за то, что вы уделили внимание, чтобы мы вас увидели на больших сценах России. И всего доброго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам, Евгения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочется сказать, что, к сожалению, мы пока пытаемся профессионально подойти к вопросу адаптации. А почему, к сожалению, потому что времени не совсем много, но понимаем, что это очень важное дело, так как, к сожалению, большое расстояние, нет моста. И преемственность потери на передаче опыта от старшего поколения к младшему, когда бабушка или там молодая женщина, родившая ребенка, сразу же в избе передавала знания. То плетением, то пением. Пение сопровождало всю жизнь. И на работе, и в поле, и по пути, куда бы ни шел человек. И дети всегда это слушали, вникали, передавали. Сейчас молодежь не имеет возможности, потому что и деревни не такие, как раньше, и очень много механического труда. Но осознавая вот эту важную задачу, чтобы молодежь и другой слушатель, неважно какого возраста, воспринимал песню и танцевал, и также песни и традиции сопровождали всю жизнь, мы делаем вот эти эксперименты. И сейчас мы сейчас споем вам песню, которая называется «В нас по улице». Это песня Липецкой области, Плесовая. Ее пели только девушки на троицу, на гуляниях. Мы сделали обработку, которая по откликам очень понравилась. То есть вот как раз то, о чем спрашивал Евгений. Да, отклик. Современная молодежь очень полюбила эту композицию. И, кстати, не только молодежь. Поэтому сейчас услышите ее. Она сохраняет, эту обработку, полностью традиционное пение. Никаких изменений в партитуре именно мелодии, словах, диалекте не были. Только музыкальные ритмы, музыкальное сопровождение. То есть дана просто современная обработка, которая, ну, будем надеяться, украшает эту песню и дает ей, условно говоря, вторую жизнь. Вот сейчас, в данный момент, мы не можем с рушниками, с венками, как на троицу, с обрядами кумления показать. Но попробуем. Вы и так шикарно выглядите. Пожалуйста. Сейчас. В нас по улице, улице широкой, голокой, лёле широкой, в нас по мураве, мураве. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ 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 ЯЗЫКЕ Скажите, ну, этот вопрос просто, я уверен, почти наверняка волнует наших телезрителей. Есть ли у вас выпущенные альбомы? Можно ли их купить хотя бы на ваших концертах? К счастью, есть. В процессе изготовления у нас есть. Один альбом у нас есть. Он полностью основан на традиционном пении. Там туда входят песни разных областей России. И он демонстрационный, чтобы показать, как пели на севере России, на западе России, юге России, Урале. Без аранжировок, скажем так. Без аранжировок, чисто традиционно, фольк, в чистом виде. В конце этого альбома присутствует вот эта композиция. У нас по улице как мостик, как бонус-трек к следующему альбому, который получил название «Старина в наши времена». То есть уже второй выход. Второй сейчас, да. И пока подготовлена половина материала. Записаны, аранжировки сформированы, уже партитура слаженная. Сейчас некоторые уже монтируются, проходят стадии обработки. Так что счастье. Записываем, сводим. Слушаем, нам не нравится, пересводим. Да, да, да. То есть нормальная творческая роман. Я бы на самом деле вот подобные вещи, когда молодые музыканты поют традиционные песни, там, севера России, Сибирь, определенных городов, округов, губерний. Я бы такие песни вставлял бы в какой-нибудь предположительно мультимедийный учебник по истории края. Ну, для того, чтобы люди понимали, потому что есть действительно разница. СМС-сообщение. Вот, в частности, наша постоянная телезрительница ее зовут. Она подписывается, как госпожа метелица. За этим псевдонимом прячется поэтесса. Она, в общем, прислала в ваш адрес целую группу таких восклицательных всевозможных слов. Очень нравится. Говорит, что душа поет, в общем, вместе с вами. Давайте про страдания цветные. Вообще, мы хотели показать широту... А, изветные? Нет, правильно, цветные, они тоже присутствуют. Мы хотели показать следующим номером, что на частушках ничего не заканчивается. И что разнообразие припевок, под которые танцевали, плясали, было огромное. Потому что люди... Секундочку. Это доступные, нематерные припевки. Так это-то и плохо. Но есть с перчиком. Зато многие из них сочиняли сами. Вот сейчас будут с перчиком? Ну, смотри, чей адрес. Адрес мужчины, может быть, некоторым не понравится, что... И все посмотрели сейчас на Игоря почему-то, друзья. Нет, это просто... Это так, это так. Он просто гармонию достал, мы уже все. Можно, кстати, дать стати косу. Кстати, сказали о том, что Игорь мультиинструменталист. Какие инструменты используются и на чем он играет, в частности? Вот недавно был у нас юбилей. Пять лет. Мы его отмечали в СДЕЛ, в Центральном доме литераторов. И... Там известный ресторан внизу. Ой, да ладно. Да что, конечно, мы проходили. Вот. И там у нас довольно-таки много охватывалось инструментов. Но, в частности, Игорь играл у нас на калюки, которые вы, к сожалению, сегодня не увидите, но можете. В двух словах, что это калюка? Это обертоновая дубка, дудка, плейта, тростниковая изначально, которая, как бы говорили, с борщевика делалась или с тростника, и охватывает определенный диапазон, даже, можно сказать, несколько звуков, и издает обертоны. Нетемперированный такой, если музыканты есть. Ну, очень говорите. Это же гармонь, правильно я понимаю? Гармонь. Это не баян, это гармонь. Это гармонь. Балалайка. Я перечисляю инструменты, которым Игорь щупал в ладе. Это жалейка. К сожалению, вот не все мы можем сегодня показать. Жалейка – это не имя? Нет. Нет, это духовой инструмент, который делся из коровьего рога. А вот здесь коса. Коса. Он тоже у нас косил, но сейчас вот Анна вам продемонстрирует, как это бывает. А вообще, если мы об Игоре говорим, он, значит, на самом деле профессиональный гармонист у нас. Он прямо обученный, с образованием гармонист. Не любитель. Может, и Баха, наверное, пиццолу. И таких мало. Он говорит, ну, не сегодня. Потом поговорим о Чайковском. Этих красавцев зовут очень просто. Коллектив «Поверье», так они называются. В интернете есть сайт. Про детский спросил. Чуть позже спрошу про музыкальное образование. Ну, а прямо сейчас мы что будем? Страдания. Ну, все-таки действительно здесь написано цветные или извепные. Давайте начнем с страданий. Какая задумка у нас получилась? Когда я собирала эти страдания, вообще родом из старинного города, Гелец, Липецкая область. Шикарный город, я там был. Там же неподалеку город Задонск. Задонский монастырь. По дороге к Тихому-Задонскому. Прекраснейший монастырь. Там и хорошая дорога. Там пенсионеры. Область, наш край славится припевками, страданиями, частушками и в большом количестве. И они различаются по мелодике. К сожалению, об этом никто не знает. Вот мы решили сохранить это, поднять. И сейчас мы вам три разновидности припевок покажем. И как раз я видела, что у вас разновозрастной зритель. Я думаю, что будет приятно кому-то послушать незатейливые припевки, частушки. Начнем. А почему цветные? Я думаю, и так будет понятно. Понятно будет сейчас, почему цветные. Давайте смотреть, давайте слушать. Группа, коллектив поверь. Танцевать в полноги придется, так что как получится. Извиняйте. Да. Ну давай. Канарейку начнем. Тогда с Аленкой будем петь. А я плакала, рыдала, смелым расставалася. А я плакала, рыдала, смелым расставалася. А канарейку надо ладить. А где же волос брать? А не ладить зачем гадить? Канарейку распевать. А не ладить зачем гадить? Канарейку распевать. Ну давай, страдания. Страдания цветные. Ой, страдание мое, страдание белое. С горя ноженьки не ходь, что любовь наделала. Ой, страдание мое, страдание бордовое. А виноватая во всем кровать его дубовое. Ой, страдание мое, страдание синее. Ты прости меня, Ванюша, я люблю Василия. А? 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 Галчака, пойдем плясать Мы у всех четвером Хорошо будем плясать Но мы еще сюда придем Галчака, пойдем плясать Надо юбки подвязать Чтоб дроби сильно пить Надо Галчака любить Это трошки, а еще под язык бывает Но мы вам потом когда-нибудь А что под язык? А когда инструментов у не было Вот сидели в горнице или в избе И нет, и они Кирлида, тиридаририда Или там какие-то сами изображали Языком Имитировали Как же сейчас называется искусство Для которого в последнее время Нет, там только тут А там с лагами А там микрофон А тут Что за колчак такой? Вот тоже в Липецкой области В селе Солдатское Мы записали Колчак А то уж прошу Почему колчак-то? Кто-то в подполье танцевал От кого-то дошло Был определенный рисунок танца И почему называется колчак? Потому что с первых Нескольких припевок Именно в них звучит Это имя Известное И потом Могут Исполняются другие припевки Но вот Традиционно начинался Именно с Хотя бы четырех Относящихся К колчаку Юлечка Вот по другим припевкам Сразу Вот мне когда звонят Мои друзья из Воронежа Даже не надо Не надо векать Нет, нет, нет Даже не надо Ну как бы Ничего придумывать Или просто Звонит незнакомый человек И Потом она говорит Или он Или она говорит Там из Воронежа Или поблизости где-то Я говорю Ребят, да я давно понял Что Воронеж Мой любимый город Я там бываю часто Поэтому я давно понял У нас тоже много друзей Алло, здравствуйте 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 Как зовут вас И откуда позвоните Меня зовут Олег Александрович Я из Минска звоню Очень приятно, Алексей Пожалуйста Коллектив поверь Олег Александрович Мне зовут Не Алексей Вы знаете Я с удовольствием Я с удовольствием Смотрю вашу программу Я все время Очень много ездил В командировках По Советскому Союзу И вот мне сейчас Просто Очень хорошо нравится Что Вот эти русские Народные песни Они становятся Знаете Отдушены Потому что Забивают Вот этот Городской шансон Который существует Просто Какие-то блатные песни Выдают за городской шансон А вот здесь Перед нами Истинно натуральная Вот эта русская песня Помните У старообрядка У старообрядцев Были такие песенники Назывались Осмогласники То есть Пели на 8 голосов И вот этому коллективу Такое большое спасибо За то Что они Понимаете Не то что возродили А поддерживают Вот эту старинную Русскую народную песню Спасибо Спасибо большое Спасибо вам за теплые слова Спасибо вам девочки Просто прелесть Спасибо Спасибо Должен сказать Что Так случилось Что у меня в семье По По деду Вот у моего деда Было 22 родных брата И одна Родная сестра И соответственно Семья Когда садилась Отметить что-либо Вы представляете Да то есть там Деревня не требовалась Нет Деревня Зачем То есть Вот И вот Ну то есть у них жены Понятное дело Дети Ну то есть там Это огромная была семья И вот В какой-то момент Обязательно переходили То есть отставляли в сторону Я вот только точно не помню То ли отставляли рюмку То ли все-таки стакан Вот я сейчас Не могу точно определить По-моему стакан все-таки Потому что люди были взрослые И обязательно начинали петь частушки И в какой-то момент Говорили Ну детям наверное можно уйти Потому что с этого момента Начиналось что-нибудь там На окошке два цветочка Голубой даленький Никогда не променяют Вот Ну как-то так Большой у овощ на маленький Овощ Иногда да Овощ Припевался в эту частушку Овощ Мне кажется Этим еще никто не называл Овощи Ну да ладно Из четырех букв Овощ бывает такой Тоже на букву Х Да ладно Все мы знаем Мы потом вам переведем Я думаю Адаптацию Что значит на букву Х А вы кстати Старый алфавит знаете Читаете вот на Церковном славянском Церковном славянском Старом славянском Ну я могу только про себя Говорить Что я могу читать и молитва слов На церковном славянском Поэтому Мне очень нравится Этот язык И Другое восприятие Другое восприятие Я для себя открыл в нем Такую поэзию Которую Прям в общем И музыку Понимаю вас И музыку И музыку конечно Которая там Просто Вплетена Как А кстати вы понимаете Что вот разницу между Там Я боюсь сейчас перепутать ударение Там партесное пение Или Так оно называется Партесное Смотрю в каком городе Про образование же я хотел спросить Господи Музыкальное образование есть? Выше всех Гнесинка Гнесинка И Московский государственный университет Культуры и искусств Обычно его называют кулек Да А мы все Дирижеры народного хора Как это не парадоксально звучит Ни одного дирижера народного хора Мы не видели на специализации Вот формулировка звучит Именно так Мы как динозавры У вас у всех образовались Совершенно вот по Ровно В той стезе Которой вы собственно говоря и занимались Это не может не радовать А вы работаете как преподаватель? Да все То есть все преподаете? У нас вот все восемь То есть можно сказать Что у коллектива поверья Есть такие уже Поверьята Поверьята Маленькие поверьята Поверьята А это прям небольшие студии детские? Или как? Это и студии центра радиотелевидения Это и школы Светлановой Это если брать И дыши имени Балакирев Ну все в разных местах И все с детьми У нас даже есть Младенцы Которые тоже впитывают Хольклоры Мне кажется они тоже Они уже Двое из них было На нашем юбилее В костюмах И уже выступали В годовалом возрасте А ходить еще не умели А годовалом Да это бог Да это бог Так что мы все возраста Из-под Зорюшки? Из-под Зорюшки Давайте А то надо Надо чтобы вы попели побольше Я буду мало теперь болтать Из-под Зорюшки Зари Это белгородская песня Но в аранжировке В современной Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Калины мостиковых горая, Молодца сердце замирая. Замирая, замывая Подушек красной девицы. Э-э-э, ух-э-ля, ух-э-вуй, А не звонного сестрица, Я скажу, тебе словечко, Э-э-э, ух-э-ля, ух-э-вуй, Я скажу, тебе словечко, Обомрет твое сердечко, Э-э-э, ух-э-вуй, Хочет друг милой покинуть, А другую полюбить. Кстати, расскажите, бывают ли у вас гастроли по стране и по зарубежью? Большинство, мы в большинстве, мы разъезжаем по матушке родине. У нас намечаются сейчас поездки, но хочется сказать, что мы заняты. И в то время, когда нужно полноценно, серьезно... То есть не елки? Не елки, а педагоги, дети. А, то есть вы еще связаны вот этим делом. Мы же еще работаем официально, на официальной работе. Но я думаю, что для того, чтобы поехать, нужно еще серьезно показать наш репертуар. То есть чтобы не только за рубежом, или знали «Калинка-малинка», «Ой, ты не вечер и мороз-мороз», а восприняли серьезную информацию в виде песен, танцев, многоголосие. Потому что я думаю, что это огромный, богатый материал, который стоит вывозить. Конечно. И не только на фестивале. Поэтому это требует огромного труда, обработки, отработки, чем мы и занимаемся. Ну, дай бог вам удачи вот в этом деле, потому что оно сложное, связано со многими трудностями, но тем не менее важное, потому что это и есть то, чем живет Россия. К утушке мы перейдем. К утушке. К утушке. К утушке. Гостевая. С короткими ножками. Где величается и хозяин. Ну, мы здесь вот захотели в этой песне драматургию преподнести, создать. То есть там будет конфликтная ситуация мужа и жены, где муженек просится погулять. О, как! А она думала-думала и ответила. А гости в это время наблюдают, наблюдают у них застолье. А им интересно, они уже ставки начали делать. Отпустят, не отпустят, что ли? Надеюсь, что. Диалект не помешает донести смысл, а наоборот поможет колоритно это сделать. Давайте колоритно это делать. Ну, с аранжировкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Артистов просто жалко, и они совершают некий подвиг, все-таки выезжая на концерты. «Все домой ко двору» – следующая песня. «Все домой». Мы можем ей закончить? Как закончить? Или еще попеть вам? У нас еще передача не заканчивается. Вот смотрите, мы ее просто напоследок... А, напоследок? Давайте тогда «Колесо, Марусенька, у неделю». Вот смотрите, вам на выбор. Есть песня, которая показывает творчество некрасовских казаков. Которые прожили 300 лет на турецкой земле. Я знаю прекрасно. Там соблюдены ритмы турецкие, потому что некрасовские казаки сохранили свой язык, но в их мелодии все равно добавилось иностранный язык. Они, главное, веру сохраняли. Юль, как будет называться эта песня? «Марусенька». «Марусенька» – это мы даем понять нашему звукорежиссеру, чтобы он просто подготовился к этой песне. А казаки-некрасовцы – это такая культурная, прям некая традиция, достаточно известная, хорошая. Давайте ее демонстрировать. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА